Главным итогом заседания правления Европейского центрального банка, которое состоялось вчера, было дальнейшее ослабление доллара. Причем столь сильное, что сказалось даже на ценах на нефть. Правда, уже не так масштабно, как днем ранее после заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке США. Тем не менее, котировки подошли к отметке 78 долларов за баррель. Учитывая совокупный эффект от заседаний ключевых центральных банков, скорее всего, по инерции цены будут двигаться в направлении 80 долларов за баррель. Практически аналогичная ситуация и по золоту, однако перспективы дальнейшего роста желтого металла гораздо лучше, нежели по другим инструментам. По результатам заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, капиталы инвесторов будут перетекать из долгового рынка в защитные активы и в первую очередь в золото. Этот процесс будет довольно продолжительным и отметка в 2100 долларов за унцию скорее является всего лишь первой отметкой на восходящем пути. Рубль же практически никак не отреагировал на заседание правления Европейского центрального банка и на, собственно, как и на итоги заседания американского ЦБ. Рынок ждет итогов заседания Банка России, по итогу которого монетарные власти приняли решение поднять ставку до 16%. Бизнес уже давно выражает свое несогласие с проводимой регулятором монетарной политикой, поэтому дальнейшее повышение процентных ставок должно привести к ослаблению рубля. Технический анализ сейчас здесь является менее эффективным, участники рынка ориентируются исключительно на информационно-новостной поток. На этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!